В Киеве 7 часов вечера. Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. В Киеве 7 часов вечера. В Киеве 7 часов вечера. Мина ПМН-2. Эта мина попадает под действие Оттавской конвенции. Недавно порядка 50 таких мин было обезврежено на территории Донецкой области. Взрывного вещества в ней немного, около 130 граммов. Усилие срабатывания 5-25 килограммов. То есть достаточно наступить на нее и будет оторвана конечность. И будет оторвана кинзивка. Без вести на Донбассе разыскивает Украина. Об этом сообщила уполномоченная президента по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Герасченко. По оценкам Международного комитета Красного Креста, более тысячи тел на сегодня не идентифицированы. Поисковые работы затруднены из-за отсутствия полного допуска на оккупированную территорию. В 2017 году смогли найти и опознать 71 тело. 18 передали на временно неконтролируемые территории. Кроме того, в феврале нынешнего года останки тел двоих россиян передали в Россию. Координатор Минской группы ОТОБСЕ Тони Фриш в конце июля встречался с семьями заложников, которых удерживают на оккупированных территориях. В начале сентября он посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Мы будем требовать доступ туда, чтобы хотя бы он увидел, что с нашими ребятами, которых еще после Иловайска и Дебальцева удерживают боевики. Инсталляция, посвященная пропавшим без вести, открылась на Южном вокзале в Киеве. В зале ожидания вокзала установили 10 скульптур людей, застывших в ожидании своих родных. Организатор акции – Международный комитет Красного Креста. Там рассказали, из-за конфликта на Донбассе число пропавших людей в Украине с каждым годом растет. Можно абсолютно теоретически предположить, что если у нас насчитывается полторы тысячи людей, пропавших без вести, то у нас есть как минимум полторы тысячи человек, которые их ожидают. Но, сами понимаете, в каждой семье это бывает не один человек, это могут быть еще и дети, и мать у кого-то пропала, и в то же время это и дети могут ожидать пропавшего без вести человека. То есть это можно умножать на два, на три, то есть все зависит от того. Но это будут, конечно, приблизительные подсчеты. Предотвратить наступление на провинцию Идли призвала ООН Россию, Иран и Турцию как гарантов деэскалации конфликта в Сирии. Войска Башара Асада при поддержке Москвы планируют зачистить Идли от антиправительственных группировок, которые считают террористическими. По словам спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии, это приведет к обострению конфликта и гибели мирных жителей. Более того, в организации опасаются, что обе стороны могут применить химическое оружие. Во вторник в Совбесион заявили, наступление на Идлиб может обернуться гуманитарной катастрофой. Членов Аль-Каиды или Аль-Нусры, независимо от того, как они себя называют, на этой территории около 10 тысяч, плюс их семьи. В Идлибе проживают почти 3 миллиона человек и нет никакого оправдания борьбе с террористическими группировками, если будут использовать тяжелое оружие в густонаселенных районах. Один из способов – это не ускорять военную эскалацию и дать больше времени для обсуждения. Второй – обеспечить надежный гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения. Борьбу с нелегальной миграцией обсудили на неформальном совещании министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Вене. Глава Минобороны Австрии Мария Кунасик предложил приобщить вооруженные силы стран ЕС к защите границ наряду с пограничными войсками. Главы немецкого и итальянского МИДов призвали бороться с нелегальной миграцией общими силами. Я думаю, мы можем говорить об общей ответственности. Мы не будем никого принуждать принимать иммигрантов. Однако те государства, которые этого не хотят, должны будут взять на себя ответственность в других сферах. Например, в борьбе с причинами бегства. Мы призываем страны Европейского Союза к солидарности, что является одним из ключевых слов для ЕС. И мы все еще надеемся, что путь к этой солидарности найдем не слишком поздно. По данным Международной организации, по миграции почти 54,5 тысячи нелегальных иммигрантов прибыли в Европу в первой половине этого года. Большинство из них добираются через Средиземное море в Италию, Грецию и Испанию. Они отправляются на лодках, в основном из Туниса, Ливии и Нигерии. С начала года около тысячи человек погибли, пытаясь добраться до Европы. Учебники, энциклопедии, художественная, научная и детская литература. Более 30 издательств со всей Украины представили свои книжные новинки на выставке в Украинском доме в Киеве. Она приурочена ко дню знаний. Какие книги пользуются наибольшей популярностью у взрослых и детей, узнавала Инесса Занина. Хорошая книга. Да, о чем она тебе нравится? Мне нравится то, что тут коты и собаки. Аккуратно. Кроме котов и собак, 7-летнюю Лизу интересуют динозавры. У нее уже есть энциклопедия об этих доисторических животных. Но Лиза хочет знать о них как можно больше. Мне интересно, как они выглядели, как они были устроены, что они там, как они спасались друг от друга. Мама Лиза тем временем нашла на выставке учебное пособие по литературе для своей второклассницы. Мы уже нашли такую замечательную книжку. Тут сборник сказок. Она подходит для детей с первого по четвертый класс. Для не классного учения, а для изучения на уроке украинской литературы. Я исследую мир и букварь. Это новые учебники для первоклассников, которые будут учиться по программе «Новая школа». А к ним специальные рабочие тетради. Мы брали то, что будет интересно школьникам и их родителям. Учебники и научно-дидактическая литература. А также учебно-методическая литература для учителей. Сказки с современными иллюстрациями, казацкая азбука и много других книжных новинок. На стенде издательства «ВСЛК» книги, ставшие классикой, а также современная литература. Украинский фольклор, украинские народные сказки, серия сказки народов мира, сказки крымских татар, японские сказки. А также есть калятки и щедривки с прекрасными иллюстрациями и нотами. Исторические издания. А в казацкой азбуке для детей собраны сведения о гетьманах, о самых важных битвах, история казачества. На выставке можно не только пополнить свою библиотеку, а и посетить литературный салон. Там презентуют книжные новинки, проводят литературные встречи и автограф-сессии с авторами книг. Инесса Занина, Вячеслав Смирнов, ЮЭй ТВ. Гастрономический рекорд установили в столице Мексики. На ежегодной ярмарке сотня поваров приготовили 70-метровый сэндвич, самый длинный в Латинской Америке. У каждой секции гигантского бутерброда уникальный вкус. Подробнее в сюжете Инны Косинской. Тысячи кусков мяса, лука, томатов, сотни литров соуса и всего две с половиной минуты на готовку. На традиционной ярмарке в Мехико повара побили национальный рекорд. Создали 70-метровый сэндвич весом 865 килограммов. Мы достигли нашей цели. На этой ярмарке работаем уже 15 лет. И дети, которые приходили сюда с родителями, теперь приводят собственных детей. Это стало традицией. И люди это ждут и любят. Вкус каждой секции сэндвича отличается. Всего использовали более 60 ингредиентов. Разные виды мяса и сыра, овощи, приправы и соусы. Томатный, майонезный, горчичный. Как только длину сэндвича зарегистрировали, посетители ярмарки поспешили на дегустацию. Это нечто необычное. Очень аппетитно и можно попробовать самые разные вкусы. Это впечатляет. Ингредиенты и скорость, с которой повара приготовили этот сэндвич. Вдобавок, это еще и очень вкусно. Этот сэндвич самый длинный из приготовленных в Латинской Америке. Но до мирового рекорда местным поварам еще далеко. Звание самого длинного сэндвича в мире принадлежит шедевру ливанских поваров. В 2011 году они приготовили бутерброд длиной 735 метров. Инна Косинская, Юэй Ти Ви. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с Юэй Ти Ви. Редактор субтитров А.Семкин